приветствую моих зрителей сегодняшнее видео это продолжение темы о самодельном деревянном циркуле как я уже писал в комментариях есть более простая версия вот сейчас я ее собрал в кучу и готов представить вашему вниманию в чем она проще ну во-первых вот этот самодельный зажимной узел я упразднил вместо него обычной бараши м6 появилась вторая ножка которой крепится обычный карандаш в данном случае он примотан изолентой но можно использовать и нету и резину чем хорошая изолента она хоть и держит плотно но позволяет немножко сдвинуть карандаш по мере того как он стачивается и еще один момент здесь игла идет прямо здесь она стоит под углом но это сделано для того когда чертятся большие окружности большие диаметры игла под углом лучше стоит и не соскользует значит по размерам он у меня такой же нож длиной 160 миллиметров а окружность я уже чертил получается 570 миллиметров и еще один момент карандаш в ножке у меня лежит в ложбине если так если будет видно как я ее делал я взял прямоугольную рейку и выбрал вот такой вот овальный паз потом из этой рей и я вырезал саму нож как выбираются овальные пазы на циркулярной пиле я уже показывал кому интересно я ставлю ссылку в описании а для тех для кого это предоставляет трудность можно сделать по-другому можно взять толстую планку и просто просверлить отверстие потом разрезал планку на две половины получить полукруглый паз под карандаш вот я думаю на этом уже тема самодельного циркуля может быть закрыта проще наверное уже некуда и еще я хочу ответить на один вопрос который мне задавали после последних видео этот вопрос заключался в том как я работаю с толкателями как я подаю и забираю деталь вот сейчас я продемонстрирую есть у меня такой обрезок небольшой главное не забывать очках и так поехали я думаю все увидели вопросов не будет то есть заготовку можно вернуть назад между линей и пилой но лучше делать так как я показал сначала пройти за пилу сместить и вернуть с противоположной стороны такая технология на этом на сегодня все всем спасибо за внимание ну и как обычно ставьте лайки пишите комментарии вопросы задавайте и встретимся в следующих видео всем пока